Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Наталья Денисова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас полезный выпуск. Долгое время этот продукт считался отходом производства и не доходил до обеденного стола. Оценить по достоинству его начали совсем недавно. Настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, которые так необходимы современному человеку. Он стал незаменимым в рационе тех, кто поддерживает здоровый образ жизни и следит за своим питанием. Только представьте, огромное количество клетчатки, витамины групп А, В и Е, йод, натрий, магний, железо – и это еще не все, чем богатые пшеничные отруби. О них и поговорим. Узнаем, как употреблять отруби, чтобы улучшить здоровье, зависит ли цена от качества продукта и как не ошибиться в выборе. Мы начинаем! Один из самых популярных продуктов для поддержания здоровья организма и улучшения фигуры. Но все ли отруби, которые предлагают нам производители, одинаково полезны? Нужны ли отрубям добавки и как правильно их употреблять, чтобы не навредить себе? Узнаем сегодня. В далеком прошлом люди пекли хлеб из муки в перемешку с утрубями. Причина тому, конечно, не просто желание поддерживать здоровый образ жизни, а скорее особенность производства. Тогда просто не могли полностью отделить мучную сердцевину от оболочки зерна. Но к началу 20 века систему обработки этого сырья улучшили, так что человек мог получать идеально белоснежную муку, которая без оболочки зерна, к сожалению, была лишена практически всех своих полезных свойств. Так что спустя всего полвека человечество вновь заговорило об отрубях, да еще и с новой силой. Начали их изучать американские диетологи. Именно они и сделали отруби вновь популярными во всем мире. Сейчас на прилавках магазинов можно встретить пшеничные, ржаные, рисовые, овсяные и даже ячменные отруби. Узнаем, как самарцы справляются с выбором. Когда я беру продукты, я сварю на срок, внешний вид, цену. Я отлично отношусь к отрубям. Для желудка, для кишечного тракта это очень полезно. И я покупаю частенько. В первую очередь, с какого именно зерна. Еще по виду, конечно же, чтобы они были чистые, мусора у них никаких не было. Вознообразие отрубей поражает. Сегодня их производят рассыпчатыми или гранулированными для удобства. Кроме того, купить отруби можно как в чистом виде, так и со всевозможными добавками. С расторопшей для защиты печени от токсинов, с черникой для улучшения зрения, с шиповником для иммунитета. Самые популярные отруби – пшеничные. Они особенно богаты минеральными солями. В конечном итоге производители делают из отруби практически панацею. Верить в это, конечно, не стоит, но и недооценивать не нужно, ведь польза их неоднократно была доказана специалистами всего мира. Главное – выбирать с умом. Чтобы понять, какие пшеничные отруби действительно улучшат здоровье, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Здравица», «Сибирская клетчатка» и «Черный хлеб». Расставим по алфавиту согласно названиям и присвоим каждому номер от одного до трех. Испытаем и в завершении узнаем, кто окажется победителем программы. Сохраняйте чек. Самое ценное в отрубях – пищевая клетчатка. Она способна нормализовать кишечную микрофлору, которую мы часто портим, употребляя вредные, но такие вкусные продукты. В пшеничных отрубях клетчатки больше 8%. Они не только очистят организм, но и уменьшат риск возникновения опухолей в кишечнике. С их помощью можно восстановить обмен веществ, улучшить иммунитет и даже нормализовать уровень инсулина. Теперь отруби наконец-то мы рассмотрели, что они очень полезны для пищеварения необходимы. Отруби – это фактически клетчатка. Клетчатка необходима организму для того, чтобы была хорошая усвояемость пищи, для того, чтобы у нас с вами постоянно работала пристальтика, для того, чтобы мы с вами могли хорошо себя чувствовать, легко и уверенно. Но увлекаться этим чудо-средством не стоит. Суточная норма пшеничных отрубей – 35 граммов. Их можно употреблять вместе с привычными блюдами или добавлять, например, в кефир. А можно за полчаса до еды, не больше чайной ложки, и обязательно запивая водой. Но больше 10 дней подряд не рекомендуется есть отруби, потому что как они несут очень хороший эффект для организма положительный, так они после 10 дней постоянного использования начинают эти же самые минеральные вещества из организма удалять. Так что, конечно, все хорошо только в меру. Принцип производства отрубей известен давно, ведь муку, по мнению историков, делают уже 15 тысяч лет, а значит, все это время у человечества были и отруби. Правда, сейчас к их изготовлению относятся особенно тщательно. Чтобы в продукте не было мусора, хороший производитель проводит несколько этапов увлажнения, очистки, размола и шлифования зерна. Поэтому цена у хороших отрубей чуть выше, на их производство уходит немало средств. Но первый признак качества – свежесть. Вы должны согреть пакет, если вы пришли с мороза, чтобы он дать комнатной температуры 20-23 градусов. Затем откроется пакет, и вы почувствуете запах отрубей. Вам должно из пакета запахнуть свежим хлебом. Не испеченным, а свежей мукой. О том, каким образом еще можно проверить качество отруби и кто из героев нашей сегодняшней программы пройдет испытание, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Пшеничные отруби, хотя и содержат в себе огромное количество полезных микроэлементов, практически не имеют вкуса и запаха. Поэтому именно их чаще всего используют во время приготовления различных блюд. Вкус они не портят, зато делают еду гораздо полезнее. В диетическом питании отруби употребляют отдельно, просто заваривая водой. Но и в том, и в другом случае качество продукта стоит на первом месте. Проверим героев нашей программы в рубрике «Глубоко субъективные тесты». Начнем с проверки на честность. Учитывая то, что отруби имеют рассыпчатую структуру, производитель может немного сэкономить и не досыпать товар в упаковку. И если отруби помогают человеку похудеть и поменять цифры на весах в сторону меньших, то сами они быть легче написанного не должны. Проверить производители просто. Достаточно взвесить продукт, чем мы и займемся. Все участники это испытание прошли достойно. Пришло время вскрыть упаковку. Посмотрим, из чего состоят герои нашей программы. Несмотря на то, что отруби это лишь оболочка зерна, лишних предметов здесь быть не может. Перед непосредственным отшелушиванием зерна подвергаются тщательной очистке. Сначала сырье пропускают через сито, а после обдувают под сильным давлением. Внимательно посмотрим, нет ли среди отрубей мусора. Лучшим в этом испытании оказался участник под номером 3. Следующее испытание – проверка на наличие муки. Да, вы не ослышались. С того момента, как отруби получили популярность, производители начали экономить на обработке зерна уже в отношении его оболочки. Во время качественного производства сырье несколько раз пропускают через веечные системы и около 11 раз через размольные станки. Только после этого оболочка полностью отделится от мучнистой части. Именно это и необходимо тем, кто хочет поправить свое здоровье или похудеть. Возьмем отруби в руки и посмотрим, сколько на пальцах останется муки. Это испытание прошли участники под номером 2 и 3, а вот первый оставил на ладони белую пыль. Несмотря на то, что состав витаминов и минералов во всех отрубях примерно одинаковый, они все же могут отличаться. Например, по калорийности. В 100 граммах ржаных отрубей содержится 220 с килокалорий, а в пшеничных всего 165. В качестве они также могут отличаться. Поэтому будьте внимательны в выборе продукта и не забывайте наш совет. Отруби бесспорно помогают поддерживать фигуру, кожу и волосы в отличном состоянии. Бесподобны выглядеть и в реальной жизни, и на фотографиях. Здоровое питание красит человека лучше любого макияжа и фотошопа. Об этом знает и наша гостья Елена Вагнер. Она работает фотографом, но даже находясь за кадром, конечно, следит за своим внешним видом. В этом ей помогают отруби, перемешанные с кефиром. Предложим ей продегустировать наших участников и определить лучшего из них. Больше мне понравился третий, потому что отруби размякли. Их приятно было есть, они не скрипели. А первый, он вообще не растворился, и они были как какие-то комочки. Вторые более-менее такие нейтральные. Из трех представленных вариантов я выбираю номер три. Сводной таблицей представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшими оказались отруби торговой марки «Черный хлеб». Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать действительно хороший продукт. И не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Смотрите нас на телеканале «Губернии» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!